Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Все мы много раз видели, как сильно различаются мужские и женские особи у птиц. Самцы нередко заявляют о своем присутствии яркими перьями, в то время как самки того же вида гораздо более невзрачны, считается, что такая адаптация связана с половым отбором и размножением. Хотя это правило не универсально для всех птиц, считалось, что оно применимо и к калибре якобину, флоришуга меллевора. Однако недавно ученые обнаружили, что значительная часть самок этого вида калибре окрашена так же ярко, как и самцы. Но для чего, неужели все дело в простой красоте? Оказалось, что это помогает предотвратить агрессивное поведение, которое самцы склонны направлять против самок калибре во время кормления. Самец может клевать самку и хлопать ее крыльями, чтобы утвердить свое право первым распорядиться едой. Орнитолог Джей Фальк из Вашингтонского университета отмечает, что это своего рода аномалия. Молодые самки, которые похожи на самцов, привлекли внимание ученого, он понял, что здесь кроется какой-то подвох. Разница в оперении самца и самки у белошейного якобина разительно. У самцов, см. Снимок, на голове переливающееся голубое оперение, спина зеленая, живот белый, а на черных хвостах красуется белая полоса. Самки, справа, куда более темные и в целом не такие яркие, но суть кроется в том, что это сменное оперение. У молодняка оно одинаково яркое, отличить самцов от самок совсем непросто. Более того, с возрастом только 80% самок, переодеваются, в темное оперение 20% по-прежнему носят, мальчишеские, цвета. Причина этого не совсем ясна, поэтому исследователи разработали эксперимент, чтобы наблюдать, как птицы взаимодействуют друг с другом в зависимости от их окраски. Они установили кормушку для калибри и, с помощью разных чучел, наблюдали за реакцией птиц. Калибри, как правило, агрессивно конкурируют за пищевые ресурсы даже между своими видами, поэтому исследователи зафиксировали как сексуальные, так и агрессивные взаимодействия между птицами. Интересно, что в сексуальном плане самцы предпочитали более однотонных самок. В 100% испытаний первые сексуальные заигрывания со стороны самцов проходили именно с ними, так что ученые отмели яркое оперение самок как попытку привлечь внимание противоположного пола. Однако тут вскрылось кое-что любопытное. Яркие андрохромные самки гораздо реже становились объектом агрессии во время кормления в паре с гетерохроматическими самками. Когда же и чучело самца, и чучело самки были одинаково ярко окрашены, дикие самцы не делали между ними разницы. В итоге маскировка «подмальчика» оказалась весьма выгодной, она снижает частоту, с которой женские особи подвергаются социальным домогательствам со стороны мужчин, что в некоторых случаях кажется предпочтительнее, чем влечение к ним в сексуальном плане. Между сытостью и сексом самки выбирали первое. Ученые отметили и еще одну интересную особенность. Блеклое оперение самок – это, помимо прочего, еще и дополнительная маскировка во время высиживания яиц. Чем лучше самка маскируется под местность, тем ниже вероятность, что ее обнаружат хищники. В случае же калибрии кабинов выходит, что самки куда чаще подвергаются агрессии со стороны самцов и именно от них предпочитают защищаться в первую очередь.